Так, ну поехали. Значит, давайте чуть-чуть свяжем в памяти, что было в прошлый раз. В прошлый раз мы сказали, что до этого мы рассматривали likelihood модели, и на самом деле, оптимизируя likelihood, далеко не факт, что мы получим какую-то модель, которая будет нам, например, давать хорошего качества сэмпла. Поэтому мы решили, что давайте попробуем сделать что-то, что мы делаем обычно в статистике, а именно попробуем сделать какую-то тестовую статистику, которая бы нам говорила, что два распределения равны или нет. И отсюда мы пришли к минимаксному Ганну, где у нас есть генератор, который пытается тестовую статистику уменьшить, и дискриминатор, который пытается сделать тестовую статистику как можно более сложной. И мы увидели, что Vanilla Gun пытается в некотором роде оптимизировать дивергенцию Дженсона-Шенна, в некотором роде в том плане, что это происходит только если мы на каждом шаге выбираем оптимальный дискриминатор. В ванильном Ганне есть две главные проблемы – это мод коллапсы и затухающие градиенты. Есть куча всяких триков, хаков, как все это дело полечить. Мы некоторые из них рассмотрели на прошлой лекции. И под конец мы начали говорить о том, что есть пульбок-лейблер, есть у нас Дженсон-Шеннон. Мы еще рассмотрели расстояние Вассерштайна. И хотелось понять, какое лучше, какая дивергенция лучше и лучше ли вообще. И пришли к тому, что у меня не тыкают слайды, вот затыкались. Пришли к тому, что… Нет, пока не пришли. Здесь пока я вставил слайд с прошлой лекции, чтобы чуть-чуть в память освежить, что такое Вассерштайн расстояние. Как на это можно смотреть? Здесь сложная формула, которая может быть очень неинтуитивно понятна. Но если понять, что за этим всем стоит, то она становится попроще. Здесь стоит инфимум по всем совместным плотностям гаммы x, y. Таким, что маргинальное распределение по первой переменной равняется p от y, а по второй переменной равняется p от x. Интеграл нормы x минус y, что уступает в качестве некоторого расстояния между двумя точками x минус y. И гамма от x, y, что является просто вероятностной мерой, это некоторое количество вероятностной массы, которую мы хотим перенести из точки x в точку y и сделать это для всех точек x и y, чтобы два распределения p и p стали одинаковыми. Мы на прошлой лекции рассмотрели дискретный примерчик. Здесь я его, по-моему, не вставил, хотя можно было бы. Но если у вас есть вопросы к этой формуле, то задавайте, иначе будем считать, что какое-то представление об этом вы имеете. Собственно, еще что мы увидели на прошлой лекции, увидели абсолютно без доказательств, поэтому просто скорее приняли на веру, что, во-первых, если у нас есть какая-то нейросеть, которая самого обычного типа с какими-то хорошими нелинейностями, типа Relu или еще каких-то, которые часто используемые, и априорное распределение таково, что норма Z по матожиданию конечна, то в этом случае расстояние Восферштайна будет, во-первых, непрерывным, во-вторых, дифференцированным. И это хорошо, потому что тогда мы можем его дифференцировать и делать и бэк-проб. И более того, мы еще, по крайней мере, просто проговорили следующую теорему, что если вот у нас есть какое-то распределение π, есть последовательность распределений p, t, t, которая стремится к π, то из того, что к-л-дивергенция последовательности p, к-л-дивергенция между π и p при t стремящейся к бесконечности стремится к нулю, следует то, что и дивергенция Дженсона-Шенна от этих двух распределений будет стремиться к нулю. А если дивергенция Дженсона-Шенна от этих двух штук стремится к нулю, то будет стремиться расстояние Восферштайна, тоже будет стремиться к нулю. Это значит, что расстояние Уассерштайна более слабая метрика, и существует распределение, которое стремится по Уассерштайну к нулю, но не стремится по Кейле Дженсена Шенну к нулю, но обратных не существует. Окей, это некоторая мотивация, что расстояние Уассерштайна действительно лучше, чем то, что мы используем в Maximum likelihood estimation, и то, что мы используем в Anilogun. Собственно, возникает вопрос. Окей, вот есть у нас расстояние Уассерштайна, что нам с ним делать? Мы бы что хотели? Мы бы хотели использовать его как объектив в нашем Гане и, собственно, просто оптимизировать вот эту вот метрику, то есть минимизировать вот это вот расстояние. Но не так-то понятно, как это делать, потому что здесь Infium по всем-всем-всем распределениям, какой-то интеграл, и что-то не очень все красиво. Непонятно, как вот эту штуку можно оптимизировать. И есть такая штука, на которую мы смотрим абсолютно без доказательств, она из оптимизации, которая говорит следующую вещь. Она называется Комтерович-Рубинштейн-дуалити. Она говорит, что расстояние Уассерштайна между двумя распределениями равняется следующей вещи, где здесь, ну, один на К понятно, берется максимум по всем функциям f, которые являются липшицевыми и норма которых меньше или равна К большому, от разности двух мат-ожиданий. Первая от функции f, в которой мы берем максимум, но мат-ожидание по распределению π, а вторая мат-ожидание по распределению p. На это мы смотрим просто как данность. Будем считать, что это теорема. Неважно, откуда это получено. Какие-то умные математики это доказали. Собственно, что вот это вот давайте еще раз значит. Это выражение значит, что наша функция f является к липшицевой. Ну, липшицевость, я думаю, не надо объяснять, что это такое. В общем, разница при превращении функции ограничена превращением аргумента и ограничена не больше, чем, короче, к раз. Вот. И что мы сейчас получили? Мы получили, что какая-то сложная формула, которую невозможно как считать. Мы сказали, что на самом деле она равна вот этому выражению. И вот это выражение в целом понятно, как считать, потому что здесь есть какая-то функция f, которая должна быть просто k. Вот если мы сможем сделать функцию f вот таким вот зверем, k липшицевой и непрерывной, то мы сможем просто вот считать расстояние в эстерштайне. То есть все, что нас ограничивает, это вот та штука, по которой берется максимум. Потому что сами максимум мы уж брать умеем. Мы умеем там нейросети запускать и как-то что-то вычислять. Собственно, здесь это первой строчкой написано. Все, что мы должны вот сейчас сделать, это сделать как-то функцию f какую-нибудь, которая бы была вот k липшицевой и непрерывной. Если это будет так, то мы сможем вот сказать, что пусть f это нейросеть, и давайте вот найдем максимум этой штуки и получим расстояние в эстерштайне. Ну, раз мы хотим нейросети, скорее всего, то давайте сделаем f параметрической. То есть, скажем, что функция f зависит от параметра φ. И скажем следующую вещь, что если параметры φ лежат на некотором компактном множестве φ большое, то тогда функция f от x и φ будет k липшиться непрерывно. Это тоже берем как факт, но не так сложно это показать. Вспоминаем там какой-нибудь функционер, я думаю, это у всех было. И сейчас мы отошли от условия k липшицевой непрерывности к тому, что у нас должна быть f, во-первых, параметрическая, во-вторых, ее параметры должны жить на каком-то компактном множестве. Ну, легче не стало, потому что компактное множество звучит страшно. Поэтому давайте скажем следующую вещь. Давайте введем вот это φ большое, в качестве φ большого возьмем просто некоторый интервал. Не интервал, а отрезок. Отрезок, ну, например, от какой-то константы, здесь вот я написал 1 сотая, потому что в статье так было, но здесь может быть любая другая константа, от минус c до c. И, соответственно, размерность d – это размерность вектора параметра. Понятно, что такой кубик будет компактным множеством. И давайте будем делать следующее. Давайте будем брать наши параметры φ и просто клипать их до этого множества. То есть, если некоторая координата вектора параметров будет больше c, то мы ее сделаем равной c. Если будет меньше минус c, то мы ее сделаем равной минус c. И что мы тогда получим? Вот тут такое выражение, на которое удобнее, наверное, смотреть справа налево. У нас было расстояние Вейсерштайна, в котором было 1 на k, поэтому давайте домножим на k и поставим fk равенство. Вот это то, что написано на самом деле сверху. И что мы сейчас сделали? Мы сказали, что давайте будем искать вот этот максимум не среди всех-всех-всех липшицевых функций, А будем искать его только среди параметрических функций, у которых множество вот это вот компактное будет задано в виде кубика в пространстве d. От минус c до c. Каждая координата. Собственно, от этого здесь... Да. А вот откуда следует третья средство, что если параметр φ лежит в компактном множестве и большое, то... Смотри, тут, во-первых, первый ответ, мы это не доказываем. Второй ответ более подробный. Это точно верно? Это верно, если наша функция является суперпозицией линейных отображений и хороших нелинейностей. Спасибо. То есть здесь мы рассматриваем, что наша функция f является чем-то нейросетеподобным. То есть это суперпозиция умножений на матриц и какие-то хорошие нелинейности. Ну, да, здесь это все очень формально записано. Это скорее такое интуитивное объяснение. По-хорошему тут, конечно, надо сказать, какого вида должно быть f. Да, наверное, не для всех функций это выполнено, но для суперпозиции таких неросетевых преобразований точно выполнено. Но это легко на самом деле понять, потому что... Ну, если у тебя линейное преобразование... Для линейного преобразования понятно, что это верно. Если у тебя нелинейность, ну, практически большинство нелинейностей, которые используются в нейросетях, это типа RELU, сигмоиды и вот это все прочее, они липшатся во функции. Вот. И для них тоже это выполнено. Поэтому для суперпозиции таких вот вещей, линейных преобразований и нелинейностей, которые обычно используются, это выполнено. Вот. Собственно, в итоге мы от честного вот этого равенства получения расстояния Вестерштайна перешли к неравенству. Неравенству перешли, потому что говорим, что функция параметрическая, потому что параметры живут в каком-то ограниченном компактной коробке. Так, отлично, я тыкнул по ссылке. Так, погнали дальше. Что мы в итоге получили? Вот у нас был объектив ванильного гана нашего, в котором вот был дискриминатор, был какой-то вот логарифм, то есть кросс-энтропия вот этой во всей штуке была, и, соответственно, была минимаксная задача. Мы максимизировали этот объектив по дискриминатору, минимизировали по генератору. Теперь, что мы получили в Вестерштайне-Гане. В Вестерштайне-Гане мы получили за счет дуальности Конторовича-Рубинштейна, мы получили, что расстояние вот этого Вестерштайна можно приблизить вот такой вот вещью. Мы сказали, что максимум на самом деле недостижим, то есть на самом деле здесь в какую сторону надо? Непонятно в какую сторону, надо написать просто, что это неточное равенство, потому что мы здесь поставили параметрическую функцию. И, собственно, вот то, что здесь написано, это то, что приближает расстояние Вестерштайна. Это максимум по вот такой вот штуке. И мы хотим расстояние Вестерштайна минимизировать с помощью генератора. Генератор здесь засунут вот в эту вещь. Вот эта буковка P, она у нас задается генератором. Собственно, что здесь можно заметить? Что мы получили также минимаксную какую-то игру, которая очень похожа на то, что написано сверху. Здесь тоже написано мат ожидания. Вот здесь вот хорошо было, наверное, мат ожидания писать одинаково, а не как я написал, но неважно. И в чем разница? Вот здесь стоит какой-то логарифм дискриминатора и логарифм один минус дискриминатора. А здесь какая-то функция F. Поэтому есть какое-то сходство между дискриминатором и некоторой функцией F, которую мы получили. Но обычно в модели Вестерштайн-Гана вот эту функцию F называют не дискриминатором, а критиком. То есть это тоже какая-то функция, которая пытается разделить два распределения P и P, но при этом она не классификатор теперь, потому что она может быть от минус бесконечности до плюс бесконечности, как минимум. Окей, но при этом она тоже, то есть вот как у нас было в обычном Гане, мы можем предполагать, что генератор и дискриминатор это две нейросети, которые там обучаются просто поочередно. Также и здесь вот у нас есть две нейросети, генератор и некоторая F, которая является критиком. И для того, чтобы сделать вот эту функцию F липшицевой, мы сказали, давайте будем клипать эти параметры до коробки, то есть чтобы все значения параметров лежали от минус C до C. И прямо в статье, в которой это все было предложено, авторы написали, что клипание весов – это ужасный путь для того, чтобы добиться липшицевости, потому что если мы сделаем константу, до которой мы клипаем, а именно вот эту вот, которая здесь 001, слишком большой, то нам будет сложно до оптимальности обучать критика, а если мы ее сделаем слишком маленькой, то мы можем получить, соответственно, затухающий градиент. И что здесь важно еще заметить? Здесь важно заметить следующую вещь, что в ванилогане нам приходилось, ну то есть как у нас там состояла наша игра. Вообще мы бы хотели дискриминатор на каждом шаге обучать до сходимости, чтобы получать оптимальный дискриминатор. От этого мы бы получали вместо вот этого дивергенцию Дженсона Шенна и, собственно, теоретически были обоснованы. Но происходила следующая вещь, что у нас очень быстро всегда затухают градиенты, потому что если у нас хороший дискриминатор, то для реальных объектов он будет говорить единичку, для этих он будет говорить нолик, и логарифм будет просто уходить в ноль, и мы не получим никакой градиент для генератора. И поэтому мы не учили дискриминатор до оптимальности. Здесь же, наоборот, нам важно доучить дискриминатор, точнее, правильнее говорить, критика, до оптимальности, потому что тогда он будет правильнее аппроксимировать дивергенцию расстояния Виссерштайна. И при этом у нас здесь нет никаких логарифмов, у нас здесь не 0,1 классификатор, поэтому нам проще это делать. И, собственно, здесь показан псевдокод алгоритм прямо из статьи, как это можно учить. Я, на самом деле, его вставил, но особо не читал, поэтому давайте почитаем его вместе. Единственная разница с моими обозначениями, наверное, в том, что здесь параметры критика не φ, а w. За это уж простите. И, собственно, что здесь происходит? Мы запускаем цикл, в котором, соответственно, параметр θ, который параметр генератора, мы обновляем их, пока они к чему-то не сойдутся. Первым шагом мы хотим, ну, не первым шагом, а первым вот этим вот циклом мы хотим обновить параметры дискриминатора. Критика, точнее. Будем делать это несколько раз, потому что мы хотим, ну, мы хотим хотя бы какое-то приближенное к оптимальному значению критика получить. То есть вот эта штука должна оптимизировать нам в расстоянии Вестерштайна. Она оптимизирует расстояние Вестерштайна, когда здесь прям честный арг максимум берется. Поэтому мы хотели бы сделать не один шаг, а несколько. На самом деле это можно делать и в обычном Гане. То есть когда мы учим дискриминатора, зачастую полезно делать несколько шагов дискриминатора и только один шаг генератора после этого. Соответственно, что мы делаем? Мы сэмплируем несколько объектов, ну, бач из реальных данных. Мы сэмплируем какой-то бач из априорного распределения, которому мы применяем генератор. Считаем мат ожидания. Вот такое. Это вот сумма всех реальных объектов через функцию пропущенных и сумма всех сгенерированных объектов тоже пропущенных через функцию. То есть это вот то, что написано вот здесь в скобках. Это мат ожидания реальных объектов минус мат ожидания сгенерированных объектов. Вот. Посчитанное по мини-бачу. Берем градиент от этой штуки по W и делаем градиентный шаг. Вот здесь вот оптимизатором RMS-проп. И после того, как мы сделали градиентный шаг, мы клипаем не градиенты, а клипаем веса, чтобы они у нас вяжали в коробку. Прошу прощения. Мы в интернете генератора обучаем, да? Вот это внутренний цикл, это для критика. Критик – это дискриминатор. Сейчас. А ведь мы же тут читаем градиент для генератора. Если ты про букву G, то здесь буквой G обозначено слово градиент. Ну, смотри, мы берем градиент по W. W – это изначальные, исходные значения параметров критика. То есть мы берем градиент по параметрам критика, вычисляем функцию потерь. Да, все. У них тут просто два обозначения одного и того же. Генератор – это генератор. Да, согласен, кстати. Плохо сделаем. Ну уж, извините. А, да, смотри, а здесь они еще и… А, здесь они правильно написали. Здесь они или нет неправильно. Нет, тоже неправильно написали. Да, у них еще и обозначения плохие. Ну уж, извините. И, собственно, после того, как мы обновили критика, делаем следующее. Снова сэмплируем батч из априорного распределения. Считаем лосс генератора. Лосс генератора какой будет? Ну, так как вот эта часть от генератора не зависит, то мы ее просто выкидываем. У нас остается только вот эта часть. Нам надо ее проминимизировать. Куда я поплыл. Нам надо ее проминимизировать. Считаем, прямо честно, градиент. Вот здесь генератор обозначен так же, как градиент. Очень плохо. Извините. И, собственно, делаем градиентный шаг. Из параметров тета вычитаем какой-то градиент. Окей. Теперь посмотрим, как это работает на каких-то игрушечных примерах. Вот здесь вот просто две гаусянки. Соответственно, что здесь показано? Ну, вот эта синяя – это плотность реальных сэмплов. Зеленая – это плотность… А, вот. Блин, это же написано. Да, ну, значит, правильно хотя бы сказал. Зеленая – это плотность фейковых сэмплов. И, значит, авторы обучили два гана. Первый ган – это обычный ган ванильный, который показан… Ну, вот это вот красно показано decision boundary of discriminator. Ну, то есть выход в дискриминатор. Дискриминатор – это классификатор. Он от нуля до единицы. У нас х одномерный, поэтому мы можем просто нарисовать, вот как выглядит наш дискриминатор. То есть вот все, что вот в этой области дискриминатор уверенно говорит, что это реальный объект, то, что вот в этой области дискриминатор говорит, что это фейк, сгенерированный объект. И если мы начнем такую штуку учить, вот эту вот, с помощью красной вот этой вот линии, то у нас ничего не получится, потому что вот в этих областях, где дискриминатор около единицы и около нуля, у нас не будет никакого градиента, потому что, ну, здесь постоянная функция. Градиент от константа будет близка к нулю. Поэтому, чтобы вот свести даже вот такой простой случай, две простые гаусянки, мы, скорее всего, зафейлимся. Ну, или, по крайней мере, нам нужно будет какое-то невероятное количество шагов. А для Вассерштайн-Гана, вот критик, который у нас получается в Вассерштайн-Гане, если его отрисовать, то получается, что градиент его близок к линейному. Ну, он тут вот какой-то кусочный линейный получился, вот здесь близ нуля. Но в целом он линейный. А это значит, что градиент его не будет затухать даже в случае, если многообразие, на которых живут наши два распределения, существенно не пересекаются. И это хорошо. То есть вот такой случай Вассерштайн-Ган спокойно решит. Так, что дальше? Дальше авторы в этой же статье показали следующую вещь. Сейчас сам разберусь, что здесь показано. Да, здесь показана следующая вещь. Мы можем также обучить два Гана. Один, соответственно, с помощью ванильной функции потерь, второй с помощью Вассерштайна функции потерь. В качестве архитектуры здесь используется DC-Gang, про который я говорил на прошлой лекции. Это просто маленькая сверточная архитектура, которая начала работать когда-то на картинках. И что получается? Если мы будем просто нарисуем график, как выглядит ЛОС, а он же является энтропией Дженсона, не энтропией, а дивергенцией Дженсона Шенна в случае обучения обычного ванилла Гана, и будем смотреть на то, какого качества картинки у нас получаются на разных этапах обучения, то мы увидим, что в целом картинки становятся лучше, качество картинок растет. Но при этом сама дивергенция Дженсона Шенна нам ни о чем не говорит о качестве картинок. Пока мы обучаем Ганн, наш ЛОС может абсолютно либо осцеллировать, либо стоять на месте. При этом обучение происходит, качество картинок растет, но по ЛОСу ты не можешь сказать, хорошо у тебя обучился Ганн или нет, можешь ты остановить эксперимент или нет. Более того, вот здесь он остается константой, которая близок к максимальному значению вообще возможному ЛОСа. Это логарифм двойки, который равен как раз 0,69. Где-то вот здесь. И ситуация абсолютно другая при обучении Вейсерштайн Ганна, потому что, когда мы обучаем Вейсерштайн Ганн, у нас расстояние Вейсерштайна хорошо спадает к нулю, при этом качество картинок растет, и расстояние Вейсерштайна можно хоть как-то интерпретировать. То есть мы можем смотреть, что у нас ЛОС действительно упал, качество картинок, скорее всего, выросло, поэтому в какой-то момент мы можем остановить наше обучение. В общем, расстояние Вейсерштайна является более хорошей метрикой оценки качества. На самом деле, на практике понятно, что расстояние Вейсерштайна никто не оценивает, чтобы Ганн оценить, но то, что оно коррелирует с качеством сэмплов, это в целом неплохой бонус. Тут показана следующая вещь. Во-первых, они сказали, что... Это все в статье с Вейсерштайн Ганном. Авторы сказали следующую вещь, что у них получилось избавиться от многих архитектурных вещей, которые использовались всегда до них, такие как бачнорм и постоянное число каналов. То есть во всех статьях до них обязательно авторы писали, что с увеличением глубины сети обязательно нужно увеличивать число каналов хотя бы в два раза. Они сказали, что на самом деле все это не нужно, если мы используем Вейсерштайн Ганн, мы можем обучиться и без этого. А обычный Ганн, если учится без бачнорма и с постоянным числом каналов, выдает вот такие вот замечательные рисунки. И более того, они еще сказали следующую вещь. Мне очень понравилось предложение в этой статье. Ни в одном эксперименте мы не нашли доказательства моды коллапсирования какой-то моде в Вейсерштайн Ганне. Показали какие-то рисунки. На самом деле, если приглядеться на этих рисунках, есть какие-то некрасивые артефакты. Но якобы мод коллапса они не увидели. Как вот, например, в обычном Ганне, где часто встречаются вот такие вот штуки, повторяющаяся картинка, которая говорит о том, что мы какой-то моде слишком много внимания уделяем. Окей. Да, можно. Не оценивают расстояние Вейсерштайна из-за вычислительной сложности. Это же затрат на себе. На самом деле, с расстоянием Вейсерштайна есть проблема в том, что у разных моделей вот эта К будет различным. И от этого расстояние Вейсерштайна у разных моделей становится несравнимым. Это во-первых. Во-вторых, для оценки расстояния Вейсерштайна ты вводишь некоторого критика, который там нейросеть, которая up to you, соответственно, сделана, а ты же ее обучаешь. Ну, в общем, для того, чтобы оценить, во-первых, расстояние Вейсерштайна, ты вводишь достаточно много предположений такие, что у тебя критик какого-то определенного вида, у тебя параметрическая функция, и ты там как-то сам форсишь липшицевость. И вот здесь, собственно, вот это неравенство появляется. А во-вторых, из-за того, что для разных моделей вот это k будет различным, ты, соответственно, не можешь сравнить разные модели. То есть вот это k, оно как-то связано с вот этой константой. Ну, потому что вот эта константа, соответственно, как-то задает липшицевость, и липшицевость для вот какой-то k большой. И для разных, например, критиков у тебя эта константа будет разная. Поэтому задать, ну, даже если ты сделал два гана, в которых вот ты клипаешь к одному и тому же значению, у тебя получается, что у Вассерштайна вот этого, вот эта константа разная. Поэтому на самом деле ты сравнить эти две модели не можешь, честно. Понятно. Окей, с обычным Вассерштайн-ганом мы закончили. Теперь переходим к его модификации, которая предлагает другой способ того, как задать липшицевость для нашего критика. Вот мы сказали, что можно клипать просто веса, то есть ограничивать их максимальные и минимальные значения, но это плохо. Поэтому, ну, даже авторы оригинальной статьи сказали, что мы, конечно, так сделали, но выглядит это ужасно. Вот. Поэтому хотелось бы что-то более изящное сделать. Здесь на слайде показана скорее мотивация к тому, что сейчас будет. Авторы следующей статьи, которая называется называется она по-другому, но, в общем, модель называется Вассерштайн-ган с пенализированием пеналти, что регуляризатор градиента, короче, регуляризация градиента. Они сделали следующее. Они сделали искусственные, три искусственных датасета с, ну, в общем, что они сделали? Они вот в первом, это восемь гаусянок, которые вот показаны вот этими желтыми точками, здесь должны быть восемь гаусянок, здесь вот двадцать пять гаусянок, просто раскиданных, соответственно, по гриду пять на пять. И вот такая вот завитушечка. И обучали, соответственно, две модели. Первая это, соответственно, Вассерштайн-ган, который клипает веса, а вторая, ту, которую они предложили и которую мы еще не рассмотрели, но здесь просто для мотивации, они показывают, что Вассерштайн-ган зачастую не находят каких-то моментов высоких порядков в распределении, в отличие от того, что у них получается. У них здесь вот на восьми гаусянках вообще красота получилась. На двадцати пяти гаусянках... Да, да. А что здесь нарисовано? Ну, вот эти линии. Здесь нарисовано... Да, хороший вопрос. Здесь нарисовано то, что критик выдает. То есть это некоторая степень уверенности в... Ну, в общем, к чему относить объект? К реальному или сгенерированному? Ну, это невероятность, потому что это критик, он выдает от минус бесконечности до плюс бесконечности. Но, короче, какая-то мера. Вот. И, собственно, что они делают? Рома, извини еще раз. Прости, а можно сказать, почему клипать веса это ужасно, пожалуйста? Потому что, во-первых, тебе надо подбирать эту константу. Во-вторых, у тебя получается нечестный градиент, потому что даже вот если ты просто посмотришь вот на псевдокод, ты берешь вес, делаешь градиентный шаг, а потом клипаешь вес. То есть, на самом деле, ты сделал нечестный градиентный шаг. Вот. Во-вторых, ну, понятно, что у тебя константа это есть, которая абсолютно непонятно, как подбирать. И от этой константы на самом деле очень многое зависит, потому что, если она слишком большая, то тебе надо, возможно, придется слишком долго учить твоего критика до оптимальности, потому что, ну, как бы, у тебя теперь пространство весов очень большое стало. А если слишком маленькое, то ты, возможно, вообще ни до чего хорошего не доучишься, потому что вот это вот неравенство станет, ну, короче, слишком большой гэп здесь будет между левой и правой частью. Вот. Это, ну, я бы так сказал, что это самый простой и самый наивный способ, как это можно сделать, который, вот, они такие, типа, ну, вот так сделаем, точно заработает, а, как бы, что-то более изящное давайте потом придумаем. Окей, ответил на вопрос как-то? Да-да, спасибо, понятно. Так, собственно, что вот здесь, еще здесь что-то написано, а, да, распределение генератора, чему здесь было равно, распределение генератора здесь было вообще зафиксировано, то есть, все, что здесь делалось, здесь обучался критик, то есть, вот, был зафиксированный генератор, и с ним обучался критик, и в качестве генератора было просто реальное распределение данных, плюс некоторый гауссовский шум. И, собственно, в статье они написали, что критик игнорирует моменты высоких порядков, которые видно хорошо на первом рисунке на самом деле. И, более того, они еще нарисовали следующую вещь. Они нарисовали норму градиента в зависимости от слоя дискриминатора. И увидели, что норма градиента очень сильно растет в случае, если мы клипаем веса, и не растет в случае, если мы используем некоторые градиент-пеналти, про которые мы сейчас поговорим, что это такое. И, более того, что на самом деле более важно, это вот эта часть, как мне кажется, рисунка, что они заметили. Они заметили, что если мы обучаем Wasserstein-Gahn с клипанием весов, то зачастую большинство весов принимают либо максимальное, либо минимальное значение в этой коробке. То есть, либо минус C, либо C становится. Что тоже не есть хорошо, потому что распределение весов становится вот такими двумя дельта-функциями. И, опять же, это происходит потому, что мы делаем нечестный градиент, и вот это вот все, и веса хотят там, они не знают о том, что их положат в коробку, поэтому стараются там уйти куда-то там за границей этой коробки, но их туда не пускают. И это плохо. И вот они еще показывают, что для их градиент-пеналти, который мы еще не рассмотрели, распределение весов вообще великолепное получается. Вот такой проблемы нет у них. Собственно, что надо из этого слайда понять? Wasserstein-Gahn, конечно, хорош. Мы ввели там расстояние Wasserstein, но это не панацея, потому что мы пока что как минимум клипаем веса очень плохо. Давайте что-нибудь более умное сделаем. Так, я не в ту сторону пошел. Что они сделали? Они доказали теорему. Мы ее смотрим без доказательства. Доказательство не суперсложное, но переписывать его было лень, и кажется, что оно вам не к чему. Что они говорят? Итак, пусть у нас есть два распределения на некотором компактном множестве. Распределение π от x, к которому мы относимся, как распределение реальных данных, и π от x, к которому мы относимся, как распределение из генераторов. Во-первых, они говорят следующую вещь. В случае, если вот эти два распределения живут на компактном даже метрическом пространстве, то существует липшицевая функция с константой 1, которая является оптимальным решением вот этой задачи. То есть всегда можно найти какую-то f со звездочкой, которая действительно доставляет максимум вот этой вот штуки. Это первое, что они говорят. Второе, что они говорят, и это на самом деле ключевая вещь. Давайте возьмем некоторую гамму, которая будет оптимальным транспортным планом между π от x и π от x. То есть гамма – это некоторое совместное распределение на x и y, которые показывают, какое количество вероятностной массы нам надо перенести из одной точки в другую, чтобы из распределения π от x получить распределение π от x. Собственно, они говорят, что если f со звездочкой, которая является вот этой оптимальной функцией, которая существует, является дифференцированной функцией, и вероятность того, что x равно y в этом транспортный плане, то есть у нас есть какое-то вероятностное распределение от двух переменных. Если мера того, что x равно y, то есть первая переменная равняется, вторая равна нулю, то получаем следующую вещь. Во-первых, введем некоторый вектор xt, который, как можно понять, это просто некоторый вектор на прямой, соединяющий две точки x и y, где t пробегает от нуля до единицы, то есть при t, равном нулю, мы получаем y, при t, равном единице, получаем x. Во всех других точках это некоторый отрезок, который соединяет две точки x и y. Так вот, получается так, что градиент оптимального вот этого дискриминатора на отрезке, соединяющем точки x и y, во-первых, равен вот какой-то… ой, так, вот здесь ошибка, вот это вот равно единице, это вероятность равно единице. Прошу прощения. В общем, градиент этой штуки равен вот такой вот кракозябре. Что отсюда надо вынести? Во-первых, что точно понятно, что норма вот этого вектора, которому равен градиент, она равна единице. С этим, я думаю, вы согласитесь, потому что это вектор, деленный на свою норму. Норма такого вектора будет равна единице. Окей. И что вот, как бы, суть этой теоремы. Они показывают следующее, что если мы будем брать точки x и y, x из реальных данных, y из сгенерированных данных, то, идя по прямой соединяющей, по отрезку соединяющим эти две точки, норма градиента оптимального критика будет равна единице с вероятностью 1. Напоминаю, вот эта скобка, она вот здесь стоит. И понятно ли, вот что я сейчас сказал? Если непонятно, спросите. Еще раз. Есть два множества. Есть множество реальных точек, есть множество сгенерированных точек. Они показывают, что если мы возьмем две точки, реальную и сгенерированную, проведем между ними отрезок, то норма градиента критика на этом отрезке в любой точке будет равна единице с вероятностью 1. Более того, это означает, что просто на множестве p от x и p от x градиента равен тоже единице. Соответственно, если норма градиента критика равняется единице на вот таких отрезках, соединяющих реальные точки сгенерированным, то все, что они говорят, они говорят, а давайте как-то просто сделаем так, чтобы наш критик об этом знал. То есть он делал нашу норму равным единице. Во-первых, они говорят, что это факт, который практически из определения липшицевости состоит в том, что если функция 1 липшицевая и дифференцируемая, то это эквивалентно тому, что ее градиент равен единице. Это очень легко показывается, следует практически из определения. И в статье в этой они говорят, давайте просто возьмем и к оригинальному лоссу, который используется в Виссерштайм-Гане, добавим следующую вещь. Добавим просто некоторый регуляризатор с некоторым весом лямбда, который является просто квадратом разницы между нормой градиента критика и единицей. То есть если наш градиент будет слишком больше или меньше единицы, то вот эта вот штука станет большой и будет накладываться большой штраф. При этом вот здесь вот X со шляпкой стоит, которая на самом деле это аналог вот этой вот буквочки XT. То есть это некоторые сэмплы, которые равномерно засэмплированы по вот этим вот отрезкам, соединяющим пары точек из реального распределения и сгенерированного распределения. Понятно ли здесь, что произошло? То есть вот мы доказали, что если у нас оптимальный дискриминатор, то у него норма на вот таких вот специфичных отрезках должна быть равна единице. Поэтому давайте просто наложим регуляризатор, который будет штрафовать наш объектив за то, что норма не равна единице. Окей. Собственно, что еще они говорят? Ну, во-первых, во-первых, они говорят, что хорошо бы вообще сделать так, чтобы норма градиента была вообще везде ограничена. Но это сделать мы не можем, поэтому давайте вот хотя бы будем ограничиваться только вот этими вот прямыми линиями, которые мы сейчас обнаружили. Собственно, понятно, что на самом деле вот эта вот функция, ну уж не будет прям честно липшитцевой, но если наш регуляризатор действительно работает, то она будет близка к липшитцевости. И, собственно, вот здесь вот приведен псевдокод, который не очень сильно отличается от того, что мы видели пятью слайдами раньше. Вот здесь то же самое делаем, соответственно, оптимизируемся, пока у нас не сойдутся веса генератора, делаем n шагов критиком. Что мы делаем на каждом шаге? Мы сэмплируем реальную точку, сэмплируем некоторую латентную переменную из априорного распределения и сэмплируем некоторые эпсилон, которые в данных обозначениях буковка t малая. Собственно, из латентной переменной мы сгенерируем некоторый объект x со шляпкой, со шляпкой, а с волной. Получаем некоторую точку, которая лежит на линии, соединяющей реальный объект с нашим сгенерированным объектом и считаем наш лосс. Получается так, что в x с шляпкой будет и реально изгенерированные объекты попадать? Именно в чистую реальную и в чистую... Ну, с вероятностью 0, потому что эпсилон мы генерируем из равномерного распределения от 0 до 1, вероятность того, что эпсилон равно 0 или равно 1 будет равна 0. Но будут объекты близкие к реальным и сгенерированным. Окей. Собственно, считаем наш лосс. Здесь они, понятно, каждый автор в своей статье свои буковки вводят, поэтому здесь критик стал снова буковкой d. И, соответственно, считаем лосс такой, делаем шаг для дискриминатора, повторяем это n-критик раз, а потом делаем шаг для генератора. Окей. Что они, собственно, говорят? Какой вывод? Сделали они следующую вещь. Давайте даже сначала посмотрим, наверное, вниз, а потом уже на эти рисунки. Что они сделали? Они сказали, давайте попробуем обучить много-много-много ганов. Для этого введем разные нелинейности для генератора, разные нелинейности для дискриминатора, разную глубину генератора и дискриминатора. Будем ли мы использовать батч-норм в генераторе и в дискриминаторе и количество каналов в свертках. И попробуем для каждого, ну, соответственно, для всего этого множества будем, соответственно, сэмплировать различные ганы и смотреть, и обучать, соответственно, просто обычный Wissershteyn-gun и Wissershteyn-gun с gradient penalty. И будем смотреть, сколько из них сошлось. Ну, то есть к чему-то сошлось, не разошлось, в нам не улетели. И что окажется? Вот здесь вот табличка, в которой показаны следующие вещи. Вот minscore, не помню, что такое, но, видимо, это некоторый трэш-холл, относительно которого они считали, что их модель разошлась. И здесь, соответственно, вот четыре колонки. Вот в колонке OnlyGun показано, кстати, я рассчитывал здесь увидеть OnlyWissershteyn-gun, вот я не знаю, обучали они Wissershteyn-gun или обычные ганы, надо посмотреть в статью, не помню. Это то, сколько моделей вот из этого множества сошлось только для этой модели. Вот здесь показано только для Wissershteyn-gun, здесь, соответственно, где сошлись обе модели, и здесь, где обе зафейлились. И оказывается, что для Wissershteyn-gun с градиентной регуляризацией существенно больше моделей, которые вообще к чему-либо сошлись, причем вот прям на порядке. Понятно, что там в какой-то момент они обе начинают не сходиться, но в целом обучение становится более стабильным на большом классе, соответственно, генераторов. Потому что, когда появился просто DC-gun модель в 2015 году, было просто поверье, что вот если мы не будем применять вот 550 архитектурных трюков, то модели ганы сходиться не будут. Вот они сейчас уже вот показали, что можем вот из большого класса ганов вообще выбирать, и многие из них и так будут сходиться. Теперь смотрим вот наверх, что здесь показано. Здесь показано некоторое значение Inception Score, про которое мы сегодня должны успеть поговорить. Это некоторая метрика оценки качества гана. На, соответственно, датасете CFR10 показаны три гана. Какие три гана? Обычный DC-gun, который показан красным, синим, это показан, соответственно, Вессерштайн-ган с клипанием весов, и два гана с градиентной регуляризацией. Что здесь можно заметить? Ну, во-первых, DC-gun чуть выше сошелся, чем Вессерштайн-ган с градиентной регуляризацией. Да, это так. То есть обычный ган, на самом деле, может сойтись к более лучшему значению, но что здесь важно заметить, что у градиентной регуляризации вот этот вот Скор, он более хороший. У него меньше дисперсии, он не так расходится, и он более стабильный. Вот, в отличие, чем от обычного. И что можно заметить, что вот этот вот клипание весов на самом деле работает не очень хорошо, потому что оно прям сильно проигрывает даже обычной модели, и к тому же там градиентной регуляризацией. Так, и, наверное, последний. Сходимость мы смотрели вот по этим графичкам. Сходимость вот эта? В табличке, да. Я не помню, честно говоря, надо в статью заглянуть, не могу сейчас ответить. Кстати говоря, ну, судя по масштабу вот этих вот чиселок и вот этих вот чиселок, да, вполне возможно, что, да, скорее всего, ну, скорее всего, вот как раз Inception Скор рассмотрели, судя по масштабу. Но надо посмотреть статью. И, ну, вот здесь просто картинки, что у них получилось. Они вот взяли еще 4 модельки. DC-GUN обычный, LS-GUN, неважно, что такое, его мы не рассматриваем. И 2 Wissershteyn-GUN скрипы невесов и градиентной регуляризации. И, соответственно, вот тоже посмотрели на различные там сетки, там, обычный DC-GUN, DC-GUN с без бач-нормы константным числом слоев там, ну, и, короче, всякие разные вариации, опять же, архитектур. Что заметили? Что, ну, во-первых, обычный Wissershteyn-GUN часто не сходится, более того, вот даже есть моменты, где вроде обычный DC-GUN выдал что-то более-менее нормальное, но, опять же, там, не то, чтобы прям супернормальное, но к чему-то более-менее получше вроде сошелся. И их, конечно, градиент-пеналти сходится вообще идеально. Но, опять же, это, наверное, картинки, выбранные авторами, но действительно градиентная регуляризация работает хорошо и часто где применяется PUN. Окей, с этим закончили. И теперь посмотрим еще на один способ, как мы можем заинфорсить липшицу, то есть последний способ. Кажется, что он достаточно интересный и тоже много где применяется, поэтому стоит рассказать про него. Во-первых, просто факт, который, опять же, мы показывать не будем, но кажется, что в функоне он точно должен был быть. Это то, что норма функции липшицева липшицева норма равняется супремуму от спектральной нормы градиента функции. Просто берем это как факт, доказывать это не хочется, потому что в этом нет ничего интересного. Для линейного оператора это в целом очевидно, для нелинейного оператора думаю, что надо какой-то Тейлоровской штукой воспользоваться, разложить до первого порядка и после этого показывать так же, как в линейном случае. Что такое вот это вот сигма, спектральная норма? Спектральная норма это ну, соответственно, максимум по всем векторкам. Кажется, что блин, не хочется это все читать. Короче, это норма, которая вот в функоне норма номер один. Максимум, соответственно, нормы матрицы умножены, ну, не обязательно матрицы, может быть, какой-то другой оператор, умноженный на некоторый вектор. И, соответственно, в случае, если вот это вот А, который может быть любым линейным оператором является просто матрицей, то вот эта спектральная норма равняется просто максимальному сингулярному значению матрицы А. Вот. Это уже факт, скорее, даже излинало. То есть, вот что сейчас надо запомнить. Липшицева норма равняется супремому по всем спектральным нормам градиента. если вот этот вот градиент, это действительно так, ну, то есть, вот этот вот, это вектор, мы предполагаем, градиент будет матрицей, если это матрица, то спектральная норма равняется просто максимальному сингулярному значению этой матрицы. Окей, это просто факты, которым пока что мы просто верим, поэтому можете даже особо не засорять свою голову этой информацией. Факт номер два. суперпозиция, если у нас есть суперпозиции двух функций, G1 и G2, то их норма будет ограничена произведением норм. Тоже факт, даже не знаю, функан это или не функан, а функан, но функан это точно такое было. Собственно, тоже в это верим. Держа в голове эти два факта, надеюсь, что вы держите их в голове, приходим к следующему. Давайте рассмотрим нашего критика, ну или дискриминатора, либо, я не знаю, любую нейросеть, и она обычно у нас представляет собой какой вид. Линейные преобразования, примененные к нелинейности, которые взяты от линейного преобразования нелинейности и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и так далее. У нас есть умножение на матрицу нелинейность, умножение на матрицу нелинейность. Заметим, что вот эта штука является суперпозицией функцией. Вот эти окаты, которые являются нелинейностями, для многих из них норма Липшицева таких штук равняется единице. Ну, по крайней мере, для Рилу, там какие-нибудь, Лики Рилу и так далее. Вот для них это выполняется. То есть норма вот этих штук равняется единице. Окей. Да, вообще, что мы хотим сделать? Вот мы сейчас сказали, на самом деле, для нас сейчас важен второй факт, то, что суперпозиция функций ограничена, норма суперпозиции ограничена произведением норм. Поэтому вот если нейросеть является суперпозицией, то мы хотим ограничить ее норму соответственно произведением норм. Вот сейчас мы сказали, что все нелинейности, если, ну, давайте предположим, что мы используем Рилу, например, то все нормы вот этих АИТ их будут равны единице. Поэтому осталось посмотреть на вот эту вот штукенцию, на умножение на матрицу. Это линейное преобразование. Если мы вот возьмем G от H, который равняется W на H, посмотрим его морду, норму, которая равняется, как мы знаем по первому факту, супремуму сингулярного, не сингулярно, спектральной нормы градиента G от X. Градиент G от X мы вычислить вроде способны, если это линейное преобразование, то здесь мы получим просто W. Соответственно, норма вот этого линейного преобразования будет равняться просто спектральной норме матрицы W. Окей, то есть, что мы получили? Вот у нас есть суперпозиция преобразований, которая состоит из двух типов. Есть нелинейность, есть линейное преобразование. Для нелинейности норма Липшицева равна единице, для линейных преобразований, для каждого линейного преобразования мы должны считать спектральную норму матрицы. Соответственно, что мы увидели? Что норма Липшицева нашего критика ограничена спектральными нормами матриц W, которые вообще там в случае сверток это просто матрица ядер сверток. Окей, а если это так, если мы хотим, чтобы вот эта вот штука в Осерстайн-Ганне, что мы хотим? Мы хотим, чтобы вот эта штука была ограничена. Ну, единицей, какой-то констант. Если мы хотим, чтобы вот здесь было еще меньше или равно единице, то мы должны сделать следующее. Мы должны каждую вот эту матрицу весов поделить на спектральную норму W-ката. Ну, то есть W-ката поделить на спектральную норму W-ката. И тогда мы вот здесь смело поставим знак меньше или равно единице. Окей, понятно это? И тогда, соответственно, норма критика будет ограничена единицей. Окей, это, конечно, все хорошо, но встает вопрос. Спектральную норму-то мы как считать будем? Какая-то сложная штуковня. Мы сказали вот здесь, что спектральная норма равняется наибольшему сингулярному значению матрицы, вот здесь вот матрица жирная должна была быть, наибольшему наибольшему сингулярному значению матрицы А, в данном случае это матрица W, как можно считать вообще сингулярные значения? Сингулярные значения можно считать с помощью SVD. Я думаю, это вы тоже проходили много где, но считать SVD для каждой матрицы W на каждом шаге оптимизации немножечко странная задача, потому что сложность расчета SVD кубическая и intractable, короче. Все. Поэтому здесь применять следующая вещь, которую я хотел расписать подробно, но что-то у меня не получилось, поэтому получилось, как мне кажется, не очень понятно, но страдайте. Да, собственно, здесь я это и написал. Применять SVD мы не можем, потому что вычислительно мы зароемся, поэтому применяется такая штука, которая называется PowerIteration. Про нее, к сожалению, я вот здесь мало что вставил, потому что я начал вставлять более подробное описание, и получилось очень много буквок, и я подумал, да ну, не хочу. Что она говорит? PowerIteration это метод вычисления наибольшего значения сингулярного матрицы, то бишь вычисления спектральной нормы. Причем это достаточно общая вещь, она часто применяется, поэтому если вы с этим не знакомы, то можете прочитать, даже на странице Википедии есть доказательства того, что это работает. Как это работает? Давайте положим, вектор У пусть будет равен просто некоторому случайному вектору. И дальше будем считать следующую вещь. Сначала мы посчитаем вектор В в следующем виде, то есть умножим его на матрицу WT и отнормируем. Потом посчитаем вектор У, снова обновим его, в общем проекции вектора В с помощью матрицы W, то есть умножим вектор В на W и нормируем. И если мы проделаем вот этот шаг второй несколько раз, обычно несколько это не так много, обычно сходится это дело достаточно быстро, то окажется следующая вещь, что обновляя таким образом вектора В и У, после этого, спустя несколько итераций, умножив У и В слева и справа на матрицу W, мы получим спектральную норму матрицы. Это общий факт, который никак не связан с генеративными моделями, это факт из линейной алгебры, который показывается очень просто, если интересно, посмотрите, потому что не очевидный факт, а показывается достаточно просто. Соответственно, вот этот метод Power норма очень быстро с помощью некоторого итеративного алгоритма. Причем количество итераций мы можем сдавать, оно влияет только на качество нашей аппроксимации, но обычно много шагов не требуется, чтобы вычислить. И соответственно, что они сделали в этой статье, они придумали, как внедрить этот Power итерейшн в алгоритм обучения Ганна. Здесь какая-то вырезка из статьи, я ее даже не просмотрел, но думаю, что тут должно быть все понятно. Здесь показано Apply Power Итерейшн, то есть обновим вектора V и U с помощью формул, которые были написаны на прошлом слайде. Потом давайте отнормируем вектора W с помощью Sigma, которые получены так же, как написано на прошлом слайде. И только после этого будем делать градиентный шаг. Тем самым мы заверяем, если мы хорошо вычислили спектральную норму, то мы заверяем себя, что липшицевость будет гарантирована и все будет хорошо. И вот здесь они привели результаты на двух датасетах CIFAR-10 и STL-10. STL-10 я даже не знаю, что такое и не помню, что это. Ну, тоже какие-то видимо, надеюсь, что картинки, а может и не картинки. Не знаю. И показывают следующую штуку. Вот это FIT, это некоторая метрика, которая так же, как и Inception Score, вот сейчас начала встречаться, и мы должны, по идее, успеть, окажется, уже, может, не успеем сегодня. И, соответственно, цветами здесь показаны разные сетапы, разные эксперименты. Они, собственно, тоже поигрались с архитектурами, то есть каждая буковка это своя там архитектура. И они смотрели, вот как обучаются различные ганы с различными сеттингами архитектуры. Здесь, соответственно, weight clipping, который мы рассмотрели, обычный, видимо, обычный ган с пенализацией градиента. На самом деле, не очень понимаю, зачем это, но вот сделали они. Вейсерштайн ган с пенализацией градиента, это, видимо, ган с бач нормализацией, это, видимо, ган с лейер нормализацией, это, не знаю, что такое, это, видимо, тоже какая-то нормализация ортонормальная, и вот это, видимо, их спектральная норма. Что важно, чем меньше fit, тем лучше, поэтому у них вроде все сходит. Fit – это некоторая метрика, которая показывает правдоподобность картинки. Вот, соответственно, вот у них наиболее низкие получились на обоих датасетах, что говорит о том, что действительно спектральная нормализация работает, и с этим можно, с этим можно жить. А power iteration есть какое-то доказательство того, что это вот именно будет сходиться к таким числам, к таким векторам? Еще раз, вот это вот. Факт, вот то, что power iteration будет сходиться к спектральному разному. Да, объясняю. Я вам это не показываю, но если вы введете в Google power iteration, то по первой ссылке даже на Википедии есть доказательства этой вещи. Вот, я решил, что загромождать линейной алгеброй не стоит. Это очень легко показывается, все, что надо сделать, надо сказать, что вот есть матрица, есть какой-то базис в пространстве, разложим вот этот случайный вектор по этому базису, сделаем там немножечко математики, которая абсолютно элементарная, и спустя два равенства получим, что при деле мы получим спектральную норму. Окей. В общем, в это пока верьте, если интересно, посмотрите, даже Википедия вам об этом расскажет. Окей, поехали дальше. Так, я вообще забыл, что у меня даже еще одна тема тут составлена. Окей. Так, тогда, видимо, мы все не все успеваем. Короче, смотрите, что у нас есть на этот момент? Вот, мы уже видели, что KL-дивергенция прямая. Прямая это, в смысле, там, где вначале стоит реальное распределение, потом распределение генератора. Оно используется для задачи maximum likelihood estimation. Также мы видели, что обратная KL-дивергенция применяется в вариационном выводе. Это там, где на E-шаге EM-алгоритма нам надо минимизировать KL-дивергенцию. Вот там стоит сначала распределение модельное, а потом распределение реальное. Мы видели, что дивергенция Дженсона-Шенна применяется в ванильном гане. Ванильный, если кто еще не понял, это самый-самый-самый обычный ганн. И мы видели, что расстояние в Эстерштайне применяется в Эстерштайне гане. Получился какой-то зоопарк дивергенций, непонятно что, можно ли как-то это все обобщить. И собственно, что бы мы хотели? Мы бы хотели вообще писать как-то задачу в следующем виде. Минимизация просто по какому-то распределению P, некоторые дивергенции от двух распределений. И соответственно, подставляя разные дивергенции, мы бы хотели получать разные модели с разными свойствами и так далее. То есть хотелось бы как-то получить какой-то обобщенный фреймворк. Вот здесь я как-то к девятой лекции решил вставить определение дивергенции. Что же это такое? Потому что как-то многие все говорят дивергенция, дивергенция, а мы даже не знаем, что это. Поэтому давайте определим дивергенцию как некоторую функцию, определенную на декартовом произведении всех возможных распределений вероятностей. То есть это функция из декартового произведения множества всех вероятностей в R. Такая что дивергенция. Опечатка. Такая что во-первых, она всегда больше или равна нулю, а во-вторых, нуля, а во-вторых, равна нулю, когда два распределения полностью совпадают. Только тогда. Когда и только тогда. Собственно, что не хватает для метрики? Для метрики не хватает только неравенства треугольника. То есть это некоторая мера сходства двух распределений, которая не дотягивает до того, чтобы быть метрикой. И дальше какой резкий скачок. Дальше давайте определим следующую вещь. Вещь называется F-дивергенция. Это некоторое целое семейство дивергенций, которое обобщает многие дивергенции, которые мы можем с вами рассмотреть. Как она сдается? Это мат ожидания некоторой функции F от частного двух распределений P и P. То есть это интеграл P от X от функции F от частного двух распределений. И на функцию F наложены некоторые условия. Во-первых, она должна быть выпуклой. Во-вторых, как это перевести? Нижняя как эта штука переводится? Нижняя полонепрерывная. В общем, что это значит? Слово страшное, которое не знаю перевести. Блин, было же какое-то определение на русском. Короче, значение в точке больше или равно, чем предел, к которому стремится функция к этой точке. То есть, эта функция может быть разрывна, но значение в точке всегда больше, чем предел, к которому она стремится. Короче, на самом деле это даже не очень важно. Если хотите, опять же, Википедия вам в помощь. Что это за слово? И еще одно важное условие, что F от единиц равно нулю. Во-первых, кажется, что полезнее сейчас посмотреть сначала вот сюда. Вот здесь в табличке показано, что по крайней мере дивергенция Кульбака-Лейблера, обратная дивергенция Кульбака-Лейблера и дивергенция Дженсона-Шинна могут быть представлены вот в таком виде F-дивергенции. Ну, вот здесь сначала выписано понятно просто их вид и функция F, которая задает это. То есть, для дивергенции Кульбака-Лейблера, если мы возьмем U-логарифм U в качестве вот этой вот штуки, то сложными преобразованиями вы покажете, что получится обычная дивергенция. Если мы возьмем минус логарифм U, то мы получим обратную дивергенцию. Если мы возьмем вот такую вот страшную формулу, то мы получим дивергенцию Дженсона-Шинна. То есть, что здесь показывается? На самом деле, вот такой вид дивергенции, он задает достаточно большой класс частных дивергенций. Вот тут есть еще какие-то Пирсон-дивергенции, там какая-то Хеллингера, которая, кстати, такая вот штука где-то в бустинге там была, насколько я помню, в машинке. в общем, даже не знаю, что это, но, в общем, есть какая-то такая дивергенция. Вот. И здесь еще нужен один математический объект, который, опять же, мы сегодня что-то на лекции много каких-то математических фактов, которые я вам говорю, просто поверьте, так устроен мир и все. Есть такая штука из оптимизации, я думаю, в каком-то виде у вас была, это сопряженная функция, которая задается в следующем виде. Мы должны взять супремум по всем у, которые лежат в множестве определения функции f для каждого значения t и получим функцию сопряженную. Какие у нее там свойства, которые нужны были для методов оптимизации, мы сейчас рассматривать не будем, мы вот просто знаем, что есть некоторый такой объект, для которого если функция f является выпуклой и вот это страшное слово, то будет выполнена следующая вещь. f с двумя звездочками будет равна f. Полонепрерывно снизу. Что? Полонепрерывно снизу. Полонепрерывно снизу, спасибо, да. Да, я сказал полонепрерывно снизу. Ладно, неважно. В общем, да, для такой функции, которая тоже была в методах оптимизации, когда вы со всеми вот этими сопряженными функциями разбирались, было показано, что для такой функции f с двумя звездочками равняется f. А это значит, что функцию f мы можем представить в виде вот в таком, где, ну, то есть через сопряженную выразить. Зачем это сделано, пока непонятно, но будет понятно на следующем слайде. И вообще, зачем мы сейчас в это влезли. Окей, вот сейчас немножко математики, которая, на самом деле, не очень сложная, но использует вот те вот сопряженные вещи, про которые мы сейчас говорили. Давайте выпишем просто дивергенцию, вот эту f-дивергенцию, которую мы ввели на прошлом слайде, и вместо функции f подставим ее определение через сопряженную функцию. То есть это вот супремум по всем t из множества определений f со звездочкой вот такой вот штуки, где в качестве, соответственно, ну, в качестве буковки u, которая там была вот здесь вот u, мы подставили вот значение в точке. p от x делить на p от x. Окей, теперь сделаем следующую вещь. Ну, давайте вот p от x внесем сначала вот сюда в скобочке. Здесь, соответственно, p от x сократится, а здесь останется. Получится вот такая вот вещь. Окей, что делаем дальше? Дальше применяем сразу два факта. Во-первых, для того, чтобы поменять местами с супремум с интегралом, мы применяем неравенство Дженсона Шенна. Это первое. Даже три факта применяем. Первый факт это неравенство Дженсона Шенна. Второе, замечаем, что вообще здесь написано. Здесь написана следующая вещь. Давайте для каждой точки x, потому что здесь интеграл, для каждой точки x выберем значение t, на котором достигается супремум. Это прямо здесь написано. Для каждой точки x возьмем вот эту штуку и выберем то значение t, для которой наблюдается супремум. Это эквивалентно тому, что мы найдем некоторую функцию t большое от x, которая как раз таки нам будет для каждого x выдавать значение супремум. Окей, это второй факт, который мы сейчас используем. И третий факт. Давайте скажем, что функция t, которую мы сейчас ввели, будет из какого-то класса. Вот здесь возможно сложно сейчас было. Давайте еще раз проговорю. Что мы применяем? Во-первых, говорим, что для каждой точки x есть своя буковка t. Поэтому на самом деле здесь мы ищем некоторую функцию t от x. Второе. Хотим поменять супремум и интеграл местами, применяем неравенство Дженсона Шеннона. И для того, чтобы функция t не была какой-то страшной крикодяброй, давайте ограничим класс всевозможных функций до какого-то класса, который мы задаем руками. Окей, тем самым мы что получаем? Супремум теперь стоит впереди, дальше стоит интеграл, здесь p от x, здесь теперь функция t от x, и здесь, соответственно, тоже вместо t малого подставляем функцию t от x. Окей, сделали, и теперь просто пишем равенство и заменяем вот этот интеграл страшный на мат ожидания, вот этот член это мат ожидания t от x по распределению p от x, а вот этот член это мат ожидания этой штуки по распределению p от x. То есть, что мы получили? Мы получили, что эта дивергенция ограничена снизу супремум по всем функциям t из некоторого класса вот такой вот штуки. Здесь, соответственно, вот это t это некоторый класс функций, про это мы уже сказали. Здесь мы это не будем показывать, но примите на веру, что вот это неравенство становится равенством в случае, если функция t со звездочкой принимает вот такой вид, где вот эта штука это производство. То есть, если мы в качестве t со звездочкой возьмем вот эту производную функцию f, то вот здесь мы получим равенство. Окей, какой там следующий слайд? Да, кажется, здесь не хватает одного слайда, как-то много информации. Что мы в итоге получили? Можем заметить, что вот эта вот вещь, она очень похожа на то, что мы получили в Weisserschein-Gan то есть, получилась какая-то функция t, получилось какое-то ее матожидание, минус какая-то другая карказябра, которая на самом деле достаточно похожа на то, что мы имели до этого. И вот в этой статье авторы сказали, что на самом деле вот такое оценивание, вариационное оценивание дивергенции позволяет нам создать модель генеративного, которая будет оценивать любую дивергенцию из класса F-дивергенции. Так мы можем обучать GAN, мы можем обучать Maximum Likelihood Estimation с помощью KL, мы можем сюда засунуть GAN и соответственно Jensen-Shannon и какие-то более того вообще специфичные вещи, типа дивергенцию, которую я абсолютно не знаю. И кажется, что на этом я в целом про эту штуку больше ничего я не хотел говорить, просто хотел показать, что вот такая вот вещь задает большой класс дивергенций и с помощью вариационного вот этого вот такой вот вещи вариационной оценки можно обучать в целом любую дивергенцию из этого класса. Окей. у нас осталось пять минут и кажется, что сейчас начинать новую тему не хочется, у меня осталось еще 11 слайдов про оценку генеративных моделей, давайте тогда в следующий раз это проговорим, а сейчас закончим. Окей? Хорошо. А можно вопрос, может, не относящийся к теме, почему называют обычные модели ванилы? Есть какая-то предпосылка? Ванила, ну, блин, самая обычная, самая обычная, ничем не ухищренная, тут нет никакого глубинного смысла в этом слове. Ну, ладно. А как оно возникло? Что? Ну, как оно возникло, почему? Без понятия. Не могу ничего сказать. Так, все, вопросов больше нет? Вроде понятно все было. Окей, ладно, тогда до, а, кстати, да, следующая лекция через две недели, следующая неделя будет 4 ноября. А домашка будет? А домашка должна была быть выложена в понедельник. Я не написал в чат, наверное, и даже не решение выложено. в репозиторе это лежит. Лежит? Да. Ну, все, тогда хорошо. Так, ну, все. Там, правда, называется номером 3 почему-то, там два номера 3. Сейчас зайду, посмотрю, справлю. Хорошо, в таком случае, спасибо большое за лекцию. Пока. До свидания. Спасибо. .